МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас девица, красавица, умница, рукодельница. И все потому, что мы в который раз уже, и это стала традицией, приглашаем вас и весной, и осенью как-то так вот приобщиться к прекрасному, к ручному труду, к эксклюзиву, я бы даже сказала. И не пожалейте на это ни своего времени, ни денежек, потому что действительно это стоит, это прикупить себе. Ну, в общем, что тут таить? Давайте раскроем все карты и расскажем о том, что сегодня мы будем вас приглашать на традиционную же формулу рукоделия в Самаре, который пройдет с 6 по 8 ноября в музее Алабина. Так что сегодня будем об этом рассказывать. Наша студия немножко тут украшена, тут уже лежат всяческие прекрасности. Давайте знакомиться с теми, кто сегодня будет вас приглашать и рассказывать о том, что же интересного, полезного, нужного, красивого, ну и так далее будет происходить в музее Алабина на всех площадках. Итак, с нами здесь руководитель проекта формулы рукоделия в Самаре, Елена Юркова. Здравствуйте. С нами также здесь дизайнеры, самые настоящие, модные, прогрессивные. Анастасия Сапукова, дизайнер одежды, студия «Принцесса», не своя, здравствуйте. Дизайнер украшений, и это действительно красота невероятная, мы покажем обязательно. Оксана Вострова, здравствуйте. И дизайнер украшений Анастасия Карпинская, здравствуйте. Ну, с успехом всегда, Елена, проходят ваши формулы разные, весной, летом и осенью, и в Москве, и в Самаре. В этом году традиционные, осенние. Что ожидается? Ожидается у нас появились новые формы участия. Так. У нас появился вкусный хедмейт. Ух ты. Располагаться он будет около кафе. И там будут представлены капкейки, в общем, всякие вкусняшки от маленьких до больших тортиков. Это традиционные, уже полюбившись нашим самарцам, типа маркеты еды, какие-то фестивали вкусняшки. У вас первый раз. Такого никогда не было. Да, это новый формат участия. Вот мы попробуем сначала так маленьким форматом. Попробуем в прямом переносном смысле. В прямом переносном смысле, да. Еще, вот в осеннюю выставку мы пробуем еще одну новую форму участия. У нас будет рукодельная поляна. То есть, если раньше у нас участники стояли в стендах, то теперь они представлены как на стендах, так и около гардероба будет огромная поляна, площадка. Там будет очень много более маленьких мастеров. То есть, не мастеров с мировым именем, а очень много талантливых людей, которые вот пока немножко помидят. Сами по себе, но начинают. Да. То есть, тем самым мы увеличили число участников. Если раньше у нас было около 150, этой осенью у нас заявлено около 200. Ну, у нас есть фотографии. Давайте посмотрим, пока Елена рассказывает. Итак, уже нововведения мы выяснили. Вкусности присутствуют. Поляна накрывается. В принципе, украшается. Что еще интересного? 200 человек. У нас еще будут очень интересные мастер-классы, как платные, так и бесплатные. У нас будет актив на центральной площадке. Мы будем танцевать чечетку. Это как? Вот к нам приедет коллектив. Они нам станцуют. И покажут МК. То есть, можно будет постоять, постучать, научиться. Ну, вот мы видим фото в кадре. Ну, немножечко в двух словах, да. С прошлой весенней выставки. Как прошла она? Хорошо прошла, душевно, несмотря на то, что тогда кризис как раз в такое время был немножко нестабильный и непонятный. Прошло очень хорошо, и мастера довольны. И вот приятно, когда люди выходят и говорят, ну, как в раю побывал, ну, так приятно. А кто представлен обычно на выставках? Вот, чтобы рассказать нашим зрителям, которые ни разу, может быть, не бывали, а какой, как бы, какая перспектива, какая вот, не знаю, направленность? Что можно увидеть? Что можно прикупить? Вот, очень много всего можно прикупить. У нас и товары для рукоделия, наши самые крупные дилеры представлены, разные наборы для вышивок. У нас есть одежда, у нас очень много украшений, очень много игрушек представлено. А я так понимаю, что что-то к Новому году в этом году тоже будет? Да, это прям, несомненно, надо идти за подарками туда, обезьяны будут у всех. Надо идти и брать. Ну, котики, как всегда, вне времени, я так понимаю. Да, вне конкуренции, очень милая. А каков, может быть, какова география в этом году, вот именно осенние формулы рукоделия? Географию вот буквально сегодня с утра мы обсуждали. У нас Москва, Санкт-Петербург, Сызрень, Ульяновск, то есть вот у нас как-то больше с областей подтянулись мастера. У нас Узбекистан радует нас приедет. И, ну, конечно, на 80% это местные мастера. Была ли какая-то битва за места? Вот буквально сегодня с утра она была, потому что место осталось прям вот буквально 3-4. Вот. И люди быстрее-быстрее занимают места. Угу. Здорово. Было жарко утром сегодня. Хочется нашим зрителям также рассказать о том, что в течение этой недели и даже немножко на следующей мы будем разыгрывать пригласительные на формулу рукоделия. И творческий конкурс запустим в нашей группе ВКонтакте. Ищите группу ВКонтакте, программу универсальный формат. Для всех тех, кто может что-то делать своими руками, хочет что-нибудь прикупить и себе и просто поглазеть и хорошо провести время. Что-то такое интересненькое придумается. Я думаю, что можно уже заглядывать и искать. Если вы сейчас в данном моменте в режиме онлайн можете взглянуть в интернет, в группу ВКонтакте, вполне можно уже начинать принимать участие. Что-то интересное там обязательно для себя найдете. Я так понимаю, что не только мастера, которые приедут со всей практически России, но и местные. Мужчин-то у вас там есть? Мужчин у нас много. Да. У нас приедет метровая конфета, наша любимая из Ярославля. Метровая конфета? Это что такое? Да, это такие вот метровые, очень вкусные конфеты. Причем я их закупаю весной, осенью побольше, чтобы они всегда были. Они очень хорошо хранятся, они очень вкусные. Вот, потом у нас приедут, привезут нам из Екатеринбурга очень красивую одежду в народном стиле. У нас наши мужчины с кожей, они постоянные участники, очень шикарные вещи делают. Ну а для тех людей, кто придет, у вас традиционно всегда какие-то конкурсы проходят на каких-то творческих началах? Что в этом году? Традиционный конкурс у нас «Формулы вышивки» по вышивкам в журнале «Формула рукоделия». Также сейчас в группе проходит конкурс «Обезьянка» и конкурс «Варежки». Обо всем об этом можно в группе почитать «Формулы рукоделия» и на сайте. То есть, в принципе, поучаствовать может каждый, получается. Да, и призы очень хорошие. Ну, естественно, наверное, не обделите никого вниманием. Ну что, а сейчас давайте немножко отвлечемся от фотографий. Я хочу пообщаться с нашими сегодняшними гостями, нашими дизайнерами. Вот давайте, кто поближе сидит. Анастасия Сапукова, дизайнер удивительных вещей. Настя, вы первый раз участвуете в «Формуле рукоделия»? Да, я участвую первый раз. Вот именно вот осенью? Вот осенью, да, первый раз. Ну, я надеюсь на большое количество людей, но я не сомневаюсь, что оно будет большое. И порадовать именно маленьких малышек этими пышными юбочками я только за радость, чтобы выйти и показать больше. Понятно. На сами где-то бывали вот раньше на таких подобных? Сама я была тоже. На весну я приходила. Я была только как зритель. Сама проходила, очень понравилось. Что-то прикупили? Да, я покупала для сына наборы для вышивки, чтобы самой вышить имя, когда родился. В общем, вот такие вот наборчики тоже так и лежат до сих пор, конечно. Но, в общем, самое главное, самое главное – это куплено. Какая вот история у вас? Как вы решили заняться творчеством? У нас, кстати, тоже есть фотографии Анастасии. Давайте посмотрим студию «Принцесса». Так, называется «Почему принцесса?» Ну, юбочки сами с собой подразумевают что-то пышное, воздушное, легкое. И одевая их на своих малышек, сразу кажется, что они принцессы, прям одни-единственные и любимые. И как-то у меня само на ум пришло вот это название. Я занималась сначала. Я вообще мама в декрете. Ну, как обычно, у всех все начинается именно так. И сын уже как бы подрос, уже не требует столько времени, и я решила все равно как-то реализоваться, потому что все равно как-то хотела себя тоже куда-то направить. И сначала я с чего начала? Я начала шить игрушки мягкие. Но потом как-то что-то подумала, не в то русло я пошла, как-то что-то нужно по-другому как-то поменять. И, в общем, я даже сама сейчас не помню, занялась уже этим полтора года назад. Как я нашла и вышла вообще на эти юбки, я уже не помню. И мне это так понравилось, мне так это загорелось. И я прям с душой всей окунулась вот в это вот, во все. Начала вот делать. Сначала, конечно, там по знакомым, как-то вот все узнали, как там я делаю. Стали одевать там подружек, племянниц, все-все-все. У вас сыночек? У меня сын, да. Так, мы не обидели. Вот так вот получается, да. Мне тоже некоторые заказчики говорят, как-то так, вы шьете пышные юбки, а у вас сын, надо вам дочку. Я говорю, ну мы над этим будем работать, мужем. Так что, несомненно, будем тоже одевать прекрасные эти юбочки. И вот так вот как-то пошло-поехало. Понятно, сложно ли это вообще вот как начинать? Ну, вообще, очень страшно. Во-первых, это затратно. Это материал нужно закрыть, нужно вложиться. Да, я в декрете, муж работает, он на меня так смотрит. Что там, там куда-то собралась, что-то куда-то из семейного бюджета деньги. Ну, он поверил мне, поверил в меня. И вот как-то вот пошло-поехало потихоньку, потихоньку. И вот вышло на то, что вот буквально три месяца назад мы открыли дизайнерскую студию совместную с мамой. Она мне помогла. Такой семейный бизнес получается, да? Да, у мамы моя ателье. А я вот все равно пошла как бы немножко по ее стопам, только в чуть-чуть другом направлении. Ну, сейчас получается, это уже такое хобби, работа в удовольствие. Работа в удовольствие, да. Дома склад? Нет, у меня все в студии, я все вывезла в студию. Потому что... Но был склад? Вот был склад, пока не открыла, был вообще полнейший склад. И эти рулоны, фатина, и все это... Это было очень много всего. И слава богу, сейчас я вот дома приезжаю, отдыхаю. Вот у меня дома, у меня дом. Ну, чем вы сейчас занимаетесь? Юбки, украшения, бабочки? Бабочки, боди-футболочки с индивидуальным дизайном могу показать. Ну, примерьте на себя, конечно. Если будет меня видеть, это для совсем маленьких малышей. И для мальчиков тоже мы делаем. И юбочки, и... Так, а давайте еще покажем. Еще покажем, вот, еще раз покажем. А вот ту, вот красивую. Желтенькие, можно с индивидуальным дизайном, красками, стразами тоже нарисовать. Это все сами делаете? Можно я посмотрю? Ну, боди вообще я закупаю у оптовиков. А вот все украшаю, все сама. Повязочки, все это тоже делаю. Комплект, вот я как раз принесла комплект. Слушайте, какая красота. Давайте покажем, если это возможно. Давайте лучше тогда вам вот этот, а вам вот так. Вообще это будет вот так. Одевается, и сразу, да, комплект готов. На вечеринку вообще. В любом цвете можно сделать, в любом дизайне, на любой возраст, на заказ. Все это, все я делаю. Вот, и на мальчиков, и на девочек. А как вот это все уместить на маленьком столике-то? Сейчас не уместить на формуле рукоделия. Все вот это вот в высоту выложить. У меня вообще, я вот сколько езжу, я сейчас участвую много в выставках и самарских. Сейчас на другие, конечно, еще не выходила, на другие города. Но вот планирую на вешалке. У меня напольная вешалка, не очень большая. И вот на ней я все вешаю. Объемно, конечно, получается, но умещается, куда деваться, да, приходится. Ну, вот хотела спросить, я так понимаю, много мамочек, да, все равно участвует так или иначе? Многих декрет подталкивает к какому-то такому творчеству, да? Много-много мамочек, да. Друзья, если вы тоже чем-то занимаетесь, что-то делаете руками удивительные и красивые девушки, женщины, обращаясь к вам, да и мужчины, в принципе, тоже, заявляетесь на формулу рукоделия, ну, или хотя бы попробуйте себя в одном из творческих конкурсов, которые мы проводим, и, собственно, сами организаторы формулы рукоделия в Самаре. Мы переходим дальше. У нас тут еще две чудесные мастерицы, давайте знакомиться. Оксана, Оксана, ну, как так случилось, что вы тоже занялись такими удивительными, красивыми, просто невероятными украшениями, практически ювелирной работы? На самом деле сейчас это уже сложно мне сказать, когда это все началось. Ну, сколько по времени вы эти делаете? Вообще я занимаюсь этим с 2012 года, но вот на такой уровень, действительно серьезный, качественный, я вышла в последние годы полтора. И в этом, если честно, не моя заслуга, а заслуга тех девушек, которым это очень нравится, которые меня поддерживают своими покупками, конечно, своими какими-то эмоциями положительными. Это колоссальный заряд энергии. Как называется, да, техника, в которой вы работаете? Это настоящий сухоцветовый эпоксидный смоле. С ума сойти. В принципе, ничего сложного. Мы видим сейчас, давайте рассказывайте, что мы видим на экране. Если что, это несъедобно так-то было. Я так понимаю, это лепесточки, да, действительно? Да, это настоящие розы. Я либо покупаю их в специальных магазинах, либо что-то ищу сама, собираю с мужем. А вот этот клевер мы вот этим летом с мужем практически полсамары по газонам прошлись. Вот, был очень большой урожай. Еще иногда мне очень нравится с натуральными камнями работать. Тоже есть какая-то своеобразная бумагия. Хозяйка Минной горы у нас, Оксана. О, ну это мои любимые серьги, это из конопли. Вот. Они получились очень такие... А почему любимые? Они потому что очень яркие получились, очень сочные и необычные. Как вообще сам процесс происходит? Эпоксидная смола, она что из себя представляет? Это какие-то камешки? Нет, эпоксидная смола это текучий материал, она двухкомпонентная. Есть смола, есть отвердитель. Это все перемешивается, начинается жуткая химическая реакция. Красота! На самом деле это страшная вещь, да, это очень страшная химия. И потом это вот этой смесью все заливается. А как потом вырезается это все, да, это вырезается? Нет, это берется лепесток, заливается сначала слой, застывает сутки, переворачивается следующий слой. То есть это такой многодневный процесс. Да, это где-то, ну, недели-полторы. С ума сойти. Понятно, что такие работы не могут стоить 3 копеек. Нет, 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 это все вымучено, это все, какие-то идеи мне приснились. Вот так вот. Какие-то вот, это пробы и ошибки. Это на самом деле очень большая работа. Ну, здорово. На самом деле получается, что вот эти вот лепесточки, цветочки, какие-то вот моменты сами приходилось, это все методом проб и ошибок получается, да, тестировать, что-то не получалось. Был такое? Конечно, у меня до сих пор не получается. Ну вот, а как вот такие красоты делаются? Невероятные просто. Ну, здесь, наверное, самый главный секрет и ингредиент вообще всего, это я очень люблю то, чем занимаюсь. Ну, это, конечно, это бесспорно. И каждое мое изделие, это, ну, это какое-то выражение меня, может быть, настроение какое-то еще. Я не ношу свои украшения, как бы говорят, что сапожник без сапог. Это почему? Есть какое-то суеверие у мастеров? Нет, я считаю, что это не мое, это все в народ, это для всех. Я для себя, наверное, еще просто не сделала украшение, которое бы вот прям вот, прям мое бы было. А как вот за ними ухаживать, как их хранить? Вот мы видим сейчас фото на экране. Вообще они трескаются ли, хрупкие ли? Достаточно хрупкие, желательно их не ронять, а протирать. Это вот я влюбилась просто. Вот, друзья, как это делается? Это, мне кажется, вообще невероятное волшебство. Знаете, кстати, я еще очень была удивлена тем, что люди с пониманием относятся к моим, можно сказать, иногда непонятным каким-то неожиданным вопросам. Вот, допустим, розочки маленькие вот эти я увидела на клумбе возле цветочного магазина. Я никогда сама, чтобы вот прям залезла на клумбу, да, чтобы там собрать это все, нет. У меня все ножички, у меня все книжечки, все это есть. Я зашла в магазин, спросила, мне разрешили срезать несколько бутонов. Вот, я ему очень за это благодарна. Получилась такая красота. Вообще невероятная. Ну, а кто эти девушки, которые все это носят, покупают? Они из других городов, из других стран, может быть? Я могу даже похвалиться, что несколько моих изделий уехали во Францию. Гулять по Парису? К настоящему, да, к супруге настоящего французского писателя. Ого, давайте рассказывайте, что за писатель? Ну, просто получилось все очень неожиданно, это у мужа друг, у которого сын, все очень, да, Санта-Барбара. Он изучает французский язык, и он общается с Дидье, а фамилию вот, к сожалению, дальше не помню. Он с ним общается, и их пригласили туда с ответным визитом, они здесь были в Самаре, им все понравилось. Они пригласили туда супругу и с сыном во Францию. Хотелось сделать что-то необычное, у меня был очень красивый с ромашкой кулон в латуни, с черными стразами. Он получился очень такой винтажный, необычный, и вот я на него когда посмотрела, и вот, да, вот, именно его я бы вот хотела его отправить, вот. В подарок туда отвезли, все, и потом, когда они вернулись, и рассказывают такую историю, что, оказывается, у жены этого писателя, у них в роду это имя Маргарита, то есть нету на французском слова ромашка, у них Маргаритка. Ей очень понравился этот кулон, и прям получился в тему. Вот так вот, вот такие истории можно услышать здесь в эфире универсального формата, вот такие рукодельницы, мне кажется, ну от бога как минимум с золотыми руками, вот так вот с каждым пообщаешься. Мне кажется, можно книгу писать, уже тут какие-то делать, я не знаю, огромные-огромные, действительно, передачи про каждую и про каждые ваши какие-то работы. Ну здорово, первый раз участвуете в формуле? Я уже сторожил. Так, сколько уже ветеран формулы? Ну, наверное, это будет мой шестой раз, я надеюсь, не последний. Страшно было первый раз? Что не подойдут, не оценят, не поймут? Ну, немножко, но каждый мастер на формуле рукоделия получает колоссальный заряд энергии, это новые знакомства, это, ну не знаю, это даже, я, наверное, туда иду не продавать свои изделия, а пообщаться и побыть вот в этом празднике вот эти три дня. А вы, мастера, что-то покупаете друг у друга? Конечно. Да, как же? Да, конечно. Не без этого. То есть вот такой обмен премудростями и прекрасностями происходит. Вот так вот, друзья мои, и вы тоже, давайте, не забывайте, что шестого по восьмому и вас ждем в музее Алабина. Настя, ну, тут такая удивительная мастерская с удивительным названием «Утюг». Так. Что случилось в вашей жизни, что другого какого-то названия не нашлось, и так вот решили всех утюгом приложить. Приложила, да. Вот согласитесь, сразу цепляет внимание, и сразу интересно становится. Да. Ой, сколько разных названий не было перепробовано, вот перед тем, как прийти к утюгу. Сначала я хотела чего-то такого пафосного, чего-то на латыни, возможно, чего-то такого нереального. А потом, слушай, давай утюг. Слушай, это странно. Да, этот бред из головы просто выносили уже. Нет, не утюг, с утра просыпаемся. Утюг. Все-таки утюг. Еще обязательно с твердым знаком на конце, обязательно все вот в стиле модерна, обязательно все в таких традициях получилось. Но как так случилось, что вы начали заниматься тоже украшениями абсолютно другими? К этому меня подтолкнул декретный отпуск, но не мой. Декретный отпуск моей подруги. Я приехала к ней в гости, у нее оказалась, она тоже рукодельница, она тоже занимается и камнями, и вязанием, и всем, чем получается заниматься. Вот, и у нее завалялась буквально баночка смолы с утвердителем эпоксидной. Да подумай, что у каждой. Буквально вот завалялась и говорит, слушай, ну я этим заниматься уже не буду в ближайшее время. Ты знаешь, что это такое? Говорю, знаю, давно хотела попробовать как раз. Ну, забирай. У нее как раз завалялись еще пара сухоцветов. Да подумай, у каждого же в доме есть и смола, и сухоцветы. Открываешь, как потом стоит, да. Вот, она мне, собственно, все это отдала. Долго я к этому шла. Несколько месяцев я просто вот смотрела на эту смолу, никак не решалась к ней приступить. Такие приступила и втянулась так, что теперь вот не выполз. Рассказывайте, что за техника, что внутри. А, конкретно на этой фотографии внутри фольга, порезанная на кусочки. Простая, обычная? Простая, обыкновенная фольга, да, залитая в ювелирную эпоксидную смолу. Вот этот кулон, это вообще история отдельная. И на фоне просто обычная картинка, а получается вот такой вот интересный, очень, да, это я еще о чем занимаюсь. Вот ловцы снов, почему? Ловцы снов, это, мне кажется, вообще это очень интересная магическая штука такая, и очень важно делать каждый ловец. Мне кажется, очень важно его делать по энергетике конкретному человеку, чтобы его зарядить каким-то положительным отношением. Нельзя, мне кажется, просто вот ими вывесить их и торговать в больших количествах. Вот, и для меня ловец снов, это вот, в принципе, это очень важная штука, чтобы сны очищались, чтобы никакая злая энергетика не имела к тебе доступа. Вот так, я в этой штуке верю, поэтому у меня у самой тоже висит ловец снов надо мной, и у всех моих друзей, вот, я в основном дарила маленьким детям, когда вот рождались у кого-то, у знакомых, и все висят, все радуются, кретоспят, как ангелы. И что за материалы вот используете в своей технике? Здесь тоже ювелирная эпоксидная смола, как вот у Оксаны у нас с этой техникой. А она бывает ювелирной эпоксидной? Она называется ювелирной, просто потому что она не техническая, а потому что обычно эпоксидная... То есть техническая не получится, если... Нет, это будет все желтое, это будет все непрозрачное, некрасиво. А пробовали, значит, уже, да? Нет, ну, знаем. Где? Ну, она, естественно, дешевле, поэтому ювелирных изделий из нее не получится. А вот ювелирная она еще потому, что, на самом деле, это настолько тонкая работа, настолько это... И столько раз можно испортить изделие по ходу выделки, скажем так. Можно гербарий неправильно засушить, можно неправильно его засмолить, и он испортится внутри цветы. И вот столько шансов испортить изделие, что с ювелирной осторожностью подходишь к каждой работе. А как действительно сохранить? Вот ромашка, казалось бы, это настоящая ромашка внутри? Да, конечно, все живые цветы, да? Как вот собралась ромашка, сорвалась кустика? Ее как-то дальше как? Ее обязательно нужно сушить в книге, обязательно под прессом, чтобы она не была волнами, чтобы не пошла, чтобы это был хотя бы плоский материал, с которым можно потом работать. Вот, и потом желательно несколько раз еще проверять по ходу сушки. Недели две минимум сушатся, может даже дольше, чтобы она не пошла какими-то коричневыми пятнами. Желательно перекладывать это еще вот тампончиками и ватными какими-то постоянно. Вот, то есть в течение этих двух-трех недель постоянно следить, чтобы еще материал не испортился. А откуда все эти знания? А вот это все по опыту, я не так долго этим занимаюсь, я даже еще года не прошло, как я этим занимаюсь. Вот, ну, где-то какие-то формы вычитываешь, где-то у каких-то вот мастеров, лично с мастерами я не знакома еще пока не с одним, сегодня только с Оксаной первой познакомилась, теми, кто занимается тем же. Вот, а так в интернете, и как-то вот большая часть приходит просто по наитию, просто вселенная подсказывает, как нужно сделать. Кстати, иногда, Оксана тоже подтвердит, вот изделие не выходит, выходит брак. Вот прям видно, что это только на мусорку, только потом на очередные какие-то эксперименты над этим изделием. А вселенная поворачивает так, что оно становится еще краше вот из-за этого брака, появляется какая-то изюминка, и люди потом просто в восторге оказываются. Ну, а ваши украшения куда разлетаются? Кто носит? Мои украшения за границей пока не разлетелись, пока только по стране разлетаются, да, все впереди, надеюсь. Ну, вот пока только я первый раз участвую тоже на «Формуле рукоделия», до этого у меня старт был с «Мой дизайн-маркет» и участвовала на фестивале «Набережных». Пока больше нигде, вот только моя третья выставка, я новичок в этом плане. Ну, страшно вот участвовать масштабно? Страшно, я на первой выставке законсервировалась настолько, что я ни пила, ни ела, и в туалет даже не выходила. Я стояла как мумия, только улыбалась и отвечала на вопросы, я боялась как-то воздействовать на людей. Вроде начнешь им что-то рассказывать, боишься надавить, отпугнуть как-то, поэтому только «Здравствуйте». И если какой-то контакт глазами получается, потом уже начинаешь, а вот это, между прочим, смола, а вот это все живые цветы, между прочим. И народ заинтересовывается, начинаешь рассказывать, откуда привезла эти цветы. А у меня много цветов с Северного Кавказа, с горы Сприльбрусья. Я сама родом из Пятигорска, поэтому туда на каникулы выезжаю, и там по горам благодать ходишь, собираешь гербарий. Вот чем люди-то занимаются в отпуске? Едешь в горы вот с такими баулами книг, чтобы потом в автобусе сидеть и раскладывать, потому что только свежие цветы можно, иначе уже потом они будут желтыми. В этом есть тоже свой тайф, свой винтаж какой-то, но должны цветочки быть свежими, иначе потом могут испортиться. Вот так вот. Друзья ненавидят все, потому что они меня все вечно ждут, я с пакетиком иду, собираю эти цветочки. Настя, ты где? Я сейчас, я сейчас, Настя, хватит. Вот, и вечно я хвостом за ними, то есть там вся экскурсия прошла, я только цветочки собираю. А есть люди, которые привозят вам что-то, какие-то цветы? Конечно, есть, да, у нас, я думаю, есть поставщики серьезные, у нас все серьезно. Есть знакомые, просто звонят и говорят, Настя, тут за Волгой, тут цветочки такие нужны, я говорю, да, да. И поэтому еще у друзей стопки книг лежат с такими же гербариями, как и у нас. Вот так вот, вот так вот, такие удивительные, замечательные мастерицы у нас сегодня. А какие мастер-классы будут на формуле рукоделия в этот раз? Чем будете удивлять, чему учить? У нас, во-первых, будут не только мастер-классы, у нас будет мастер-шоу, это когда работает мастер, и можно постоять рядом, посмотреть, узнать. Подышать, да, за спиной. Да, узнать какие-то секреты. Это очень полезно, как и для людей, которые только начинают, и для людей, которые очень долго этим занимаются. У нас будут мастер-классы по мягким игрушкам. Так. У нас будут мастер-классы по сборке украшений. У нас, оставлю как интригу, будет большой, как сказать, блок мастер-классов от клуба Самарских рукодельниц. Угу. Так, так, так. У них будет очень много этих мастер-классов. Это очень интересно, и надо обязательно прийти и поучаствовать. У нас еще есть фотографии, которые мы не показали, это с прошлой формулы рукоделия. Кому вообще интересно прийти туда, и можно ли прийти на формулу с детьми? Обязательно надо приходить с детьми, потому что в наших мастер-классах могут участвовать дети. Это очень хорошо. Во-первых, развивает усидчивость, мелкую моторику. Мы очень рекомендуем. У меня у самой дочка, она вот три дня весной. И сейчас спрашивает, когда мы там пойдем. Ребенку семь лет. А чего вот зацепило ее какие-то мастер-классы? Мастер-классы ее по мозаике очень зацепили. Потом они рисовали на воде. То есть для детей тоже есть отдельная какая-то программа. Да, да. И вязание есть для детей. Мышек каких-то они вязали, что-то такое. В общем, очень интересно. У нас мастер-классы, они вот разноплановые. И для начинающих, и уже для определенного уровня. То есть для тех, кто прокачан уже неопределенным уровнем, для профессионалов невероятных. Я так понимаю, что разные техники, разные мастера стараетесь подбирать именно, чтобы... Чтобы не повторялись, были разные и интересные, и хорошо, если они именитые. Вот, чтобы люди приходили и чему-то учились. Но ведь это же, не знаю, это честь. Ну, конечно. Представлять Самару в том числе. А я хотела вот у наших девушек спросить. А подходит к вам покупатель такой, говорит, например, вот, какая красота, сами все делаете, да? А сколько стоит, да? И когда ты называешь цену, человек, конечно, порой говорит, такие делают большие глаза, говорит, ну ничего себе, я пойду. А еще, говорит, это делать-то всего 30 минут. Да, да, да. Вот как вы реагируете на это? Так, пожалуйста. То есть спокойно? Вот буквально, вот я была в эти выходные на выставке, подошла девушка с мамой, ой, крутит, вертит юбочку, ой, да тут делать-то тут 30 минут. Я говорю, ну хорошо, потратить 30 минут. Говорю, съездите, купите материал, купите ленточки, найдите швейную машинку, чтобы прострочить, найдите ленточки. И, в общем, она уже посмотрела, уже поняла, что это не все так просто, и прям по щелку пальцев это все происходит. И все, посмотрела, взяла визиточку, и уже дальше пошла, и, наверное, не знаю, с каким мыслям, конечно, я пожелала ей удачного дня, конечно же. Если у нее все получится, это очень здорово. Ну, люди, вот разные реакции у людей все равно случаются. Оксана, приходилось сталкиваться с тем, что «Ого, как дорого». Я думаю, что люди, во-первых, подходя к моему стенду, они уже видят у меня блеск в глазах. Я могу им до утра рассказывать. Смешочный бродовец, который может до утра их... Вот, то есть это чувствуется в свое отношение, это видно уровень, это видно качество. А это все химические реакции, мне кажется. Нет, я стараюсь делать просто как для себя любимой, поэтому если что-то гипоаллерген или что, я сразу предупреждаю, сразу спрашиваю. Слава богу, проблем таких не было. Угу, Настя, не подходит? Сталкивалась, сталкивалась. И как у тебя гипоаллерген? Вот я Оксане рассказала до эфира как раз. Я столкнулась с таким непониманием, я не буду повторять лексику, которую мне сказали, но мол, почему такие цены? Я даже растерялась, я не знала, что ответить. То ли сразу бить, то ли бежать. Я так промолчала пару секунд, осознала все и сказала, знаете, за такую работу, когда это ручной труд, это копейки. Он меня понял, что-то еще ответил мне на своем лексиконе и пошел дальше. Ну вот, нет, стараюсь, естественно, с пониманием относиться ко всему. Был случай, когда мама очень не хотела, чтобы ее дочь приобрела какое-то украшение, но, видимо, очень не хотелось денег ей давать. И она ее отговорила в итоге на один день, и на следующий день эта девушка вернулась со своим молодым человеком и все купила. Как-то так. Мамы, не отговаривайте, девочки должны быть красивые, девочки должны носить украшения, красивые юбочки и, в конце концов, уметь делать что-то своими руками. А вы мастер-классы не будете проводить никакие? У нас достаточно трудоемкий мастер-класс, у нас очень неудобная работа. То есть вот это надо дома все подготовить, то есть и подогревать смолу нужно обязательно, чтобы пузырьки из нее выходили и куча всякого оборудования. То есть, в принципе, вот в походных условиях это неудобно. Ну, как раз три дня есть, с шестого по восьмое, с шестого залили, с седьмого перевернули, восьмого. У меня есть своя мастерская, как шоурум, может быть, я созрею для мастер-класса. Ну, надо обмен премудростями и прекрасностями. В любом случае, слет, как их премудрых и прекрасных, вы селитесь, да, в конце концов. Друзья, мы сегодня говорим о замечательной выставке, которая пройдет с шестого по восьмое в музее Алабина. Это «Формула рукоделия». Напоминаю, что с сегодняшнего дня и всю целую неделю далее мы будем разыгрывать пригласительные билеты на «Формулу рукоделия». Ищите все подробности в нашей группе ВКонтакте. Если вы хотите также поучаствовать в творческих конкурсах от организаторов, заходите в их группу. У них там есть творческий конкурс на вышивку, на варежки. Варежки обычные, в смысле? Разные. Есть вязаные варежки. Вкусные варежки. Валеные. Вкусных пока нет. Пока нет вкусных варежек. Но всякие разные есть. Это к Новому году, да, получается? Да, в любых техниках. То есть мы не ограничиваем любой полет фантазии. Как в варежках, так и в обезьянках. В символ года у нас есть валеные, вязаные. У нас есть даже обезьянки из резинок. Из резинок? Да, но сейчас это очень модно. Все дети, да, в резинках. Елена, а вы вот кого, например, ждете особенно? Может быть, что-то хотите в этом году прикупить? Особенно. Я вот буквально весной приходила, показывала, я занимаюсь мылом. Кручную работу. И к нам приедет два участника с силиконовыми мыльными формами. Причем один будет проводить в режиме нон-стоп все три дня. На стенде будут проводиться мастер-классы по мыловарению. То есть можно взять формочку, тут же ее попробовать. А понравилось? Купила. Ну, а помимо этого у них еще товар для мыловарения будут. Я в чем плюс для себя вижу? Корысть, корысть. Корысть, корысть. Мне не надо платить за доставку почты. Они же все привезут. Я закажу, да, плачу, они все привезут. И очень хороший выбор, очень хорошее качество. Ну, вот лично для меня это огромный плюс. Здесь еще я с недавнего времени увлеклась, я вижу, игрушки. Вот люди-то, одним занимаешься, другое подтягиваете. Да, вот когда общаешься с мастерами, они какие-то нереальные. Они так вдохновляют, что хочется, ну, не пойти делать украшения, а как-то вот еще себя проявить. Потому что я вот в украшениях, не знаю, бижутерии ничего не понимаю, а вот мне вот игрушки понравились. У нас будет наш крупный самарский дилер. Пряжа, он дилер, он вся Самара его знает. И у него на нашей выставке минус 20% от розничных цен. О, как? На пряжу, да. И, естественно, там я тоже буду. Душу отведу. Да, отведу. Боюсь, зарплату как раз передвижники давать будут. Нельзя. Кстати, да, обычно мы так и говорим, что к таким выставкам нужно подкопить, сразу ничего не брать, пройтись, посмотреть, как говорится, глаз положить. Может быть, даже, как вот девушки рассказывают, прийти на следующий день, как-то переосмыслить, что-то себе подобрать удивительное, красивое, и к Новому году подарков накупить, ну, и так себя в такую осеннюю погоду чем-нибудь порадовать. Приятным, полезным, вкусным, как мы выяснили, будет вкусный такой фестиваль еды внутри выставки. Так что дерзайте, друзья, если вы еще ничего не планировали на шестое-восьмое, мы вас приглашаем. Ну, что могу сказать? Большое спасибо вам! Творческих успехов, удачи. Мне кажется, что тут только пожелать хороших, адекватных посетителей, которые смогут оценить ваш труд по достоинству, ну, и чтобы все хорошо прошло, и все мастер-классы, и конкурсы. Но вам, друзья, в очередной раз говорю, что если хотите проявить себя, ищите всю информацию о творческом конкурсе, мы разыгрываем пригласительные билеты на «Формулу рукоделия». Если есть желание, есть возможности, есть стремление, участвуйте, ну, а мы будем это поощрять пригласительными билетами. Спасибо вам большое! Всего доброго! До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова